Привет, друзья! Сегодня мы с вами бегло посмотрим вот такую китайскую реплику под Ибанез. Не под какой-то конкретный Ибанез, да, потому что я смотрел, искал, она по форме напоминает одно, по распайке другое. Вот, ну, некие такие, как бы, китайские импровизации на тему Ибанеза. Что я могу сказать? Она мне очень нравится внешне. В принципе, да, я понимаю всю фирмяжную правду, там, джаз-басов, пресиженов, мизикменов и прочего, но я люблю басы, когда они компактные, изящные, с узкой талией, вот, весят не до хрена, не ломают тебе хребет, когда ты его на себя одеваешь, вот, и поэтому вот эта вот гитарочка мне, как бы, по дизайну и эргономике нравится прям очень-очень. Дека сделана из ясеня. Раз, два, три, три куска. Соответственно, что у нас здесь? У нас здесь две ручки громкости и две ручки тона. Я пока еще не совсем разобрался, как это работает, потому что в некоторых положениях ручка тона влияет на оба датчика. У нас здесь вот такое запрятанное гнездо. Накладка грифа цельный палисандр, то есть даже не слоенка, не шпонка. Очень красивая инкрустация, вот. Ну, на башке просто написано IBANES без какой-либо отсылки к какой-либо конкретной модели. Дека очень хорошо зализанная со всех сторон. Красоту портит только крышка темброблока, которая просто притянута сюда саморезами, да, и, ну, как бы, нет под нее никакого паза, никакого поднутрения, да, она просто пришлепнута сверху. Но сзади кто бы это видел, никто, конечно же, не видит. Вот. О, даже не три, а четыре. Раз, два, три, четыре у нас куска ясеня здесь, да? Не могу понять. Ну, да ладно, неважно. Вот. Самое главное, да, что даже с торца видно, что это волокна продолжаются, да, что это не шпонированная какая-нибудь фанерочка. Вот. А что дальше? По сборке все хорошо, по высоте ладов все хорошо, по торцам ладов они, конечно, мальца царапаются. Это надо будет подчистить. Больше, наверное, сказать нечего. В общем, как бы, хорошая-то гитара или плохая, в конечном счете будет определять ее цена.